Так, ну чё, ребята, всем огромнейший привет на связи Денис Знаков. Сегодня решил для вас записать новый ролик, фулкаточку на Медового Лондроида, того самого, которого я часто использую для буза ПТСов на бустах. Очень крутой герой, постараюсь объяснить за его фишки, особенности, сильные стороны. И, кстати, хочу вас очень сильно поблагодарить за активность на прошлом ролике. Кучу лайков, кучу приятных комментариев, просто, ребята, огромное вам спасибо за это. Мне было безумно приятно все это читать. От души души на душу. Вот, сегодня, значит, стоим против Бонника. В принципе, в чём самая большая сила Мишки? Это в том, что мы имеем два юнита целых, да? Соответственно, мы можем очень круто каеситься, бороться за каждого крипа, максимально там поднайвить стараться, душить. В целом, герой супер универсальный. Наверное, стоит плохо только против, ну, какой-нибудь потной Лины, Сэфа, там, может, какого-то снайпера тяжеловато быть. А так, в целом, ну, не знаю, прям тяжело, как будто Лоника законтрить. Его невозможно прогнать с линии. И с появлением каких-то вот диффузов этот герой начинает иметь огромнейшую опасность для команды противников. В общем-то, попробуем прям максимально потную катушечку вам сделать. Прям запотеть. Красивый гром. Прям идеальное исполнение. Здесь получится очень интересно. Поэтому, по традиции, ребята, попрошу вас поставить лайк под этим роликом обязательно. Комментарии написать произвольные для продвижения ролика. Мне будет очень приятно. Ну, а вам, я думаю, будет это сделать несложно. В общем-то, да. Задумка какая. Сначала везем себе коготь. С этим коготьем у нас будет чуть-чуть побольше урона. Сосновые. Соответственно, мы сможем чаще хитаться с вражеским мидером. Соответственно, чуть-чуть лучше удобнее каесить. И потом уже выходим в фейзы. Также доводим себя по частям ботинок. По частям чинмейл. Да, сначала у нас последовательность коготь, ботинок, чинмейл. Обязательно вот так вот делать при сборке через фейзы. Вот. В целом, самая универсальная сборка, которая позволяет рано при участии в драках многих мидеров догонять насчет активки фейзов. Потому что, да, мишку какое-то время назад резали. Раньше базовый МС у него был гораздо больше. Сейчас, даже на последнем уровне прокачки, чуточку меньше, чем был раньше. Вот. Но это все лирика, это все фигня. Герой по-прежнему очень сильный. Я бы даже сказал, что сломанный. Но, так сказать, не могу. Потому что все-таки какие-то навыки микроконтроля для того, чтобы хорошо все делать, на нем нужны. Поэтому, прежде чем вы зайдете и начнете на нем прям люто нагибать, придется какое-то время попрактиковаться все-таки. Но, поверьте, оно того стоит. Ведь на дистанции ваш винрейт на этом герое будет, ну, просто феноменальным. Если вы прям, ну, серьезно будете его тренировать. Как-то пытаться обузить. Бесконечно крутой герой. Лично для меня он стал сейчас как альтернатива, наверное, какому-то Хускару. Потому что, играя на Хусике, я получал постоянно какой-то адреналин, эмоции. Постоянно бегал на тоненького. Рано заканчивал. Сейчас то же самое можно делать в Лондроид. А вы знали, что теперь каждый может бесплатно получить того самого Бэйби Рошана? Не упустите свой шанс. Все, что нужно, пройти первые пять заданий нового приключения на Дота Лут. Просто нажимайте кнопку участвовать и ждите свой приз. Кстати, за выполнение этих заданий вы получите два бесплатных предмета, которые можно забрать сразу. А еще доступ к сундуку с рунами, которые можно открывать каждые три часа. Это поможет подняться в топе игроков, где можно выиграть Арканы хоть каждый день. Самый активный игрок месяца получит эксклюзивный молоток на Войда. За полное прохождение приключения вас ждут. Два ежедневных сундука с крутыми шмотками, три гарантированных Арканы и один из самых дорогих предметов в Доте. Скорее, переходите по ссылке в закрепе и участвуйте в легендарной раздаче. И не забудьте про мой промокод. С Кусиком стало все чуточку сложнее. С тех пор, как мы переработали его первый скил, как будто герой немножко потерялся на бустах. Стал очень командный. И зафокусить его стало супер просто. Особенно при игре с аспектом правым. Который в целом мне нравится больше, чем левый. Ну, стандартный. Как-то вот так вот. Че, у нас скоро будут фызы. Можно чуть-чуть так попробовать попугать Кингза. Ну, ему слишком страшно. Ему слишком страшно. Прям зашуганный. Его слишком сильно переданали. Ну-ка, корни. Еще разок. Ай-яй-яй, еще корни. Давай-давай-давай. До конца надо. До конца, до конца. До конца. Ой, как хорошо. Мог на Т2 побежать. Я вон дурачок. Мог реально засейвиться прямо сейчас. Побежать в сторону Т2. Чем-то развернулся. Начал бегать вокруг башни. Не знаю зачем, но, короче, ладно. Пока, наверное, возьму пассивку даже. Чтобы просто отхилить медведя. Можно было, конечно же, прихолодить скиллпоинт для того, чтобы прокнули корни. Я думаю, в целом, сейчас похилю Мишку немножко по пушу. Она будет профитнее. То есть мы сможем дать несколько лишних хитов по башне. Все, Клинкс вернулся. К нам подлетает Фейзи. На самом деле, Мишка супер лох-эпоу. И, наверное, стоит его перепрезвать все-таки. Слишком много хп-шки пересостанавливать. Сейчас посмотрим на Клинкса. Сейчас он будет еще выходить как-то чуть подальше. Можно будет изи убить. Желательно сделать это под пачкой. Чтобы крипы хотя бы смогли немножко затанчить. Так, ну-ка, ну-ка. Хорошо, еще корни прокует. Ляд, что творится, а? Ладно, у меня скиллпоинта пока нету. Надо апнуть себе шестой. С этого дамя, который я буду апнуть. Будем его зонить пытаться. Не знаю, корни, конечно, вряд ли прокнут. Мне очень часто бывает не везет на корни. Опен фраг получился прям максимально крутой. Не знаю. Ну, реально повезло. Не всегда так везет. Сразу на дабл корни и так далее. Но если пробуетесь стараться, то зачастую рано или поздно они прокают. В общем-то да, сразу возьмемся скиллпоинт. Потому что Клинкс, скорее всего, не вернется. Он ушел, ему страшно. Становимся наглые между таверами. И начинаем толкать линии, пока наши крипы подпушивают башню. Если этого крипа убьем, можно будет еще подойти подпушить мишкой. Когда мы пушим мишкой, мы можем бить любых юнитов. По типу крипов или катапульты, чтобы его хилить. Соответственно, мишка не будет получать особого урона. Либо, ну, вообще не будет. Либо будет проседать, но не так сильно. Как если бы мы не били. Поэтому очень важно, если есть пачка, желательно основы и тачковать. Супер важно. Так, нам Блэйс в Фалакрите прилетела уже. Дальше идти, на самом деле, такой себе. Ну, чуть-чуть, пару тысячек можно дать подкатой. Их запросто отпугнули. Но мишку терять не хочется. Пока пачка есть. Можно так чуть-чуть, чуть-чуть подолбить. Да блин, чего переагриваться на меня? Ну, дальненько побей. Чего и уходим пока. Потому что второго мишки не будет. Запасного. Поэтому очень важно сейчас его похилить. Благодаря первому аспекту. Левому мишка также круто хилится. Достаточно просто там пару кимпов лесных побить. Либо там пачку, допустим, засплитить. Мы тычками основы регеним медведем. И очень-очень реэффективно. Есть скиллпоинт, кстати. У глинца еще нету шестого. Корни, корни, а? Корни дай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошо получилось. Я уже думал, совершорож себе качать. Но, слава богу, не пришлось. А это что за покемон пришел? Это клоукер, ребята. Давайте зафармим куги пока. Не хочу за ним давить. Пускай сам подойдет. Я не хочу, не хочу. Короче, не надо на эту штуку вестись. Потому что медведь лоу хп. Просто его похилим. Двусторонку. Возьму постивочку сразу. В идеале, конечно, ульту урана брать не стоит. Но в тех играх, в которых... Это что, блин? Это змея летит? Боюсь, боюсь. Нет, нет, нет. Ты куда, змея? Ты куда? Нет у них там вижена. Просто немножко замансил в тумане. Змею. Домой, домой. Какая наглая и хитрая змея была, ребята. Вы это видели? Сволочь просто. Так, диффузик себе приложил. Пытаются, ребята, меня как-то попротиводпринять. Короче, сейчас новую мансуем. Пытаемся мишкой бить. Параллельно прикладываем диффузик. Очень интересный геймплей, очень получается. Корни бы прокнули, а? Меня корни не прокают. Все, надо зафармим коги. Хорошо. Три коги, за них очень хорошо платят. Прямо много. А, сейчас будет диффузик, будет еще попроще. Догонять. Надо потом еще дасик по-хорошему взять против кинза. Да, он скоро апнет себе шестой. Лучше заранее подготовиться, сразу парочку взять. Все, берем все ульту. Да, ульту стоит брать в каких случаях? Вообще рано братью не советую. Лучше либо халдить скиллпоинт, чтобы взять либо ульту, либо там, допустим, перепрекачать мишку в надежде на дабл корни. Либо иногда имеет смысл замаксить пассивку, когда вы, например, просто качаетесь. Так, так, так. Ты куда, братишка? Ты куда? Пошли, корни, пошли, родимые. До конца, до конца. Да, есть контакт. Хорошо, и на кинза. Первая тычка корни. Господи, мне надо сегодня, ребята, лотерейный билетик купить. Ужас. Блин, но не всегда так везет, на самом деле, на корни. Это очень круто. Это очень круто, когда так получается. В этой игре прям... Сегодня как будто мой день, короче. Сегодня мой день. У меня бывает такое, что я могу тысяч 20 дать просто по противнику, который убегает, и просто ни одного из них корней не будет. И, кстати, по-моему, по-моему, корни лондруиды, один из немногих... Одна из немногих обилок, на которые до сих пор псевдорандом не завезли. То есть там вероятность постоянная. По-моему, но я могу ошибаться. Да, я, кстати, так и не рассказал про ульту. Значит, ульту мы стараемся рано не брать, просто потому что сама по себе она мало что дает. Берем только в тех случаях, когда есть потенциальная возможность умереть от каких-то героев. Типа там, не знаю, есть какой-то пуч, который может рандомно хукнуть. В этом случае, ну, даже не обязательно ульту брать, просто держать скиллпоинт на случай того, что... Ну, может разное произойти. Да, условно. Вот, если ульта понадобится, можно ее взять. Если нет, то можно взять там мишку, когда будет драка. Если ни того, ни другого не будет, можно просто взять пассивку, чтобы быстрее качаться. Соответственно, с пассивкой в 4 мы очень быстро пылесосим лес, очень быстро толкаем линии, очень круто отхиливаем медведя, опять же, который приседает. То есть нам не нужно иметь при себе телепорты для того, чтобы мишку отправить на базу, как раньше, когда-то. Ну-ка, ну-ка. Ты что, братишка, совсем обнаглел? Пятый левел? Так наглеет, я в шоке. У меня уже достыдер есть. А у них еще пятый левел. Короче, будем пробовать в этой игре делать тактику фастпуш. Это такая тема, когда я просто иду в наглую, стягиваю врагов, и, собственно, ничего не боюсь. Ну как, вообще как бы боюсь, поэтому аккуратненько отходим пока. Там вайпер, гирич, клокверк. Они все в меня стянулись. Пока что нужно их раскайстить. У меня здесь есть хороший вижен. На этом вижене я готов их принять. С новым мишкой. Очень важно свайпер выбить рез, чтобы он не смог мне заплевать. Хорошо. Я даже не буду сжать форму. Бляха, муха, там еще Вичдоктор. А, блин, ошибка была. Надо было все-таки сжать форму. Я, если честно... Ну, я всякое разное ожидал, но Вичдоктор не ожидал. Слишком много было. Я чуть-чуть прям недооценил силы противников. Но в целом у нас по-прежнему все очень-очень круто. 7 фрагов. Одна смерть. Ну, такая лучная. Немножко я заговорился. Я честно думал, что хватит вампиризм с мишки. Там слишком много мне гадости дали. Там и Маледикт, и ракетка Гирокоптер. Короче, просто Unreal. Билл, аншлаг. Тут все, Глокер там пукал. Ну, короче. Сабелька у нас есть. Дальше, да, будем делать Экнипшард. Пока что видим противников на других линиях. Соответственно, не боимся. Заходим, ломаем. Пытаемся сломать Т3. Приходит Крингс. Крингс, что левел. Его не боимся. Он нам никакой грозы не представляет. Немножко отпугнем диффузом, чтобы знал, что я ему здесь не рад. Атавра очень быстро падает, несмотря на раннюю минуту. Все, 12. Глифф сразу уходим. А наша задача не потерять Мишку, потому что Мишка суперлухоповый. Ух ты! Бляха-буха. Клок. Клок ко мне в руку прям упал. Офигеть. Суперидеальная позиция. Пока не ворлка бьют. Можно начать с фишдоктора. Точно там Вардик стоит. Вайпер пытается на Мангусах отъехать. Ладно, я прожму сразу льту, чтобы не получилось такое, как в прошлый раз. Легкий трипл килл. Больше бы Клинца догнать, а? Догнать бы его как-нибудь. Иди сюда, мой хороший. Диффузик работает. Все, получается, пацаны. Легкий, легкий ультра килл. Опять же, Медведь очень сильный герой сноубола. Ну, короче, сильный зависит от сноубола. Кетку можно, кстати, сломать. Насчет сабли у нас дабл-тычка, поэтому очень быстро делаем. И, соответственно, удар от Мишки засчитывается, как удар от героя, а не как от Крипа. Так что вот так вот. По чуть-чуть, по чуть-чуть будем подпушивать. Там башня... Да, уже все сломалось. Супер лухоповая была. Можно немножко побить. Отходим от Вич-Доктора, чтобы не получить каску и Маледикт. Отличный врыв атакса. Кинули еще рор, помогли. Летатку апы. Изи. Просто изи. Дальше по Вайпермюшкой поработать. Нет у него маны, поэтому он нам ничего не может сделать. Прям вообще. Есть еще дифузик. Дальше по колоку. Изи, изи. Изи фраг. Все, ребятки, подошли. Без проблем ломаем товара. 14 минута, скажете вы. Я скажу, ну а что? На Мишке это дефолтная в целом игра. Если вы с линии выходите большой, если у вас хороший натворс, если у вас есть там сабли-дифузик где-то к 12-й, там, 13-й, 14-й минуте, вы в целом представляете огромнейшую угрозу как для противников, так и для строений. Для всего места. А в этой игре я себе купил заранее гарпун уже, только потому что у меня все супер круто. Прям максимально круто. Немножко побьем Вайпера. А он основу не подставляет, чтобы он не спривывал ульту. Если он спривнет ульту, то я просто не смогу отхиливаться. Видим. Пляха-муха. Не получилось совершору дать побеждоктору, но это ладно. Второй мишка есть. Не обоимся, идем вперед. Красота. Все, и дальше, и дальше. Тупо дальше. Ломаем Т4. Мишка свеженький у нас. Очень толстый. Можно немножко потанчить основой тоже. Это не проблема. ХП-пул основы у нас очень большой под ультимейтом. И тубу у нас на здоровье, которое нам дает ульта, оно по окончанию ульты все равно расходуется. Поэтому не грех танчить основой, плюс мы очень быстро хилим основу нашим медведям. Иногда такое тоже нужно использовать, я буду здесь. Это очень важно. Последний этап расстался. Попробую его немножко подзаковырять, но аккуратненько. Прям аккуратненько. Слежу за всеми героями. А вайпер там ваксы бьет. Чисто ваксика бьет. Ну че вам надо? Пришел гирокоптер. На иди просто забираем. Че там у Бонника? Ты куда, братишка? Ладно, пускай идет. Мне надо вайпера. Он в крысу будет мне наплевывать на основу. Мне это не хочется. Ты куда, ты куда? Гирыч. Ой-ой-ой. Феноменальный сонник от Копы. Блин, но из минусов никого не получится забрать. Да и пофигу. Чисто пока нам выиграли время. Начинаем. Начинаем рейсировать на вайпера. Хорошо. Блин, как же много урона. Как же много урона. Это просто с ума сойти. Немножко отпугнули клока, чтобы он не помешал нам. Аккуратненько закатить их всех. Главное под каски не становиться. Да, он скинул каску, видишь, доктор. Поэтому все кайф. Не смог, не смог накинуть самоледикт. Хорошо стряфанулся, если у меня досты. Дальше, дальше идем, дальше. На мужчину. Тысячку. Ух, красота. Просто красота. Там отойдем к здоровью. Левый обычно не берется. И качается только после получения на 15-м. Право. Лещайший ультракилл получился. А может сделать арчит было бы. Но трон уже упал. Такая-то интересная катурщика у нас получилась, ребята. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну а с вами был Незнаков, ребята. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok